Всем привет, народ, с вами Хандрес, и тем, если шишу, видео будет С1 Риетто. Значит, у нас только что прошел Новый год, с чем у вас, друзья, поздравляю с наступившими, так сказать, праздниками. Вот, я их еле пережил, вот, решил повыкупать все машины, которые... Не делал, так сказать, на них обзор, здесь там много всяких истребителей, танков. Вы просили его в комментарии сделать по нему новое, так сказать, видео. И чем мы, наверное, сейчас и займемся. Значит, с тех пор, как я в последний раз делал на него видео, это был патч 0.10, многое сменилось. Эта машина действительно хорошла, но и сейчас она чувствует себя намного лучше. Ну, вот, заватали, получается, вот эти вот экраны. Теперь они имеют достаточно серьезное такое бронирование, даже под прямым углом они частенько не пробиваются. Ну, такое случается. Вот, тут, правда, нужно учесть, что есть некронированные зоны, получается, впереди передний каток от него. Очень часто, ребята, вам может залететь. Поэтому адептам рамбования это на заметку. Кроме того, вот эти оголенные части без экрана шьются прям на вылет, даже с пулеметами. Особенно вот это место, получается, которое вот эти радиаторные решетки очень-очень сильно нужно беречь. Потому что сюда залетают желтые криты. Значит, по остальному бронировали. Нам еще залатали фонарь. Теперь с фонарем все не так просто. Если у вас пробитие, скажем, ниже 600 мм на фулдамаг, вы, ребята, его не пробьете. И это очень хорошо. Правда, с девятками все равно сюда это место нужно, так сказать, прятать. Потому что там почти у всех свыше 600 мм пробоя. И вас там будут очень сильно карать. Значит, по вызовным зонам. Значит, есть у нас там тоненькая, блин, миллиметровая такая полоска, которая даже не видна. Ее можно только по индикатору выцелить. Получается, под башней. Это в основании. Здесь у нас получается еще такая узимая зона. Это вот этот вот ключок вот этого мехвода получается. Здесь у нас стоят триплексы. Сами триплексы, он, естественно, не пробивается. Но есть вот такой стык, получается, ребята, миллиметровый. Ну, как у Леопарда 2-го. Потому что, по сути, эта машина сделана на базе именно его. Оно имеет, получается, такую же узимую зону, как и, соответственно, сам Леопард. Больше, по сути, вас никуда пробивать, наверное, не будет. И на ЛД у нас практически не пробивается. Единственное, что снизу, если вы стоите, получат сверху. Ну, вам в теории могут закинуть в днище, прям в само днище. Поэтому тоже нужно быть аккуратным. В целом, остальное все, ребята, осталось неизменить. То есть, параметры этой машины неплохие. Здесь неплохое относительно сведения. Но, опять же, в сравнении с Абрамасом, то, конечно, плохое, но все равно терпимое. Вот, опять же, в сравнении с Леопардом, то она вполне себе неплохая такая точность 0.5, которая, опять же, всему там этим затвором получает сперка-монаводчика максимальная точность. Ну, и плюс там еще по 10% сведения стоит. Значит, машина комфортная, имеет хорошие ОВНы. Минус 9 градусов, достаточно неплохо крутится башня. Очень хорошее время перезарядки 5.20. Во всем остальном она вполне тоже себе. То есть, неплохая, неплохой запас прочности, достаточно хорошие динамические характеристики. Ну, у Леопарда, конечно, будет поинтереснее, но все равно вполне-вполне себе терпимо. Значит, я, ребята, поставил еще гироскопические стабилизаторы, чтобы сводиться побыстрее, и быстрее перезаряжаться в силу боевого отделения, как обычно, и очиститель воздуха с Леопарда. Очень хороший такой модуль, который мне очень нравится. Значит, что еще стоит отметить у этой машины, и она имеет параметр маскировка, получается, 0.15, что очень-очень важно. Конечно, для ОБТ я бы не сказал, что это прям совсем важный параметр, но иногда, скажем так, какие-нибудь там слепые танки, типа Т-90, ну, проще такие вот машины, они обнаружат нас значительно позднее, чем мы их. И это очень приятно. Кстати, если упоминать Т-90, то у него тоже есть такой параметр, получается, маскировки 0.17, он чуть выше, чем у нас. Что достаточно немножко обидно, но не смертельно. Так, у нас что здесь, получается, бой 9 уровня, Затерянный остров, да? Закинуло нас в мир боли просто из страданий. Попали мы еще на карту, которая мне очень не нравится. Вот, ну, я думаю, мы здесь что-нибудь вполне себе сможем придумать. По идее, М1А2 фонарь нас особо не должен пробивать. Кстати, если говорить вообще, от чего эта машина, ребят, страдает? Страдает она, ребят, от фугасов. Причем от фугасов страдает она очень сильно. Вы могли, наверняка, точнее, видеть мой обзор по Леопарду. Если не видели, посмотрите. Где у меня-то, получается, я в бою против двух таких ц-1 арепты. Просто на фугасах в крышку. И вообще вот этот ключок просто в среднем кидаю по 300. Совершенно безнаказанно и безвозмездно. Вот, вы можете также обратить внимание, что аптечку я здесь не вожу. Да, в принципе, вообще я не вижу смысла в одессе аптечки на всяких там восьмых уровнях и девятых. Это абсолютно, по-моему, беспонтовая тема. Глупая, я бы даже сказал. Вот, потому что в основном вам никого не критуют. Потому что здесь экипаж достаточно неплохо всегда защищен. Единственное, конечно, что вам могут, ну да, действительно убить командира через эту фонарь. Но это скорее исключение из практик, как я бы сказал. Я не знаю, какова частота вообще, периодичность этого критования. То есть у меня такое было там, ну буквально там за все эти бои, я там откатал чуть больше сотни на нем. Ну, может быть, один, может быть, два раза, что ли, кританулось. Попробуем сейчас их играть через Б-линию. Меня смущает, правда, там две артиллерии, плюс они еще и взводные. Что достаточно неприятно. Попробуем сейчас как-нибудь отсюда вот отыгрывать. Так, фонарь нужно обязательно прятать. Эти парни могут нас пробить с размаха. Так, есть там Т-90, получается, который достаточно для нас ватный. Вот мы, скорее всего, с этому парню сейчас и будем напихивать. Так, снизу у них, получается, поджимается леопард. Такие дымовые завесы, я не знаю, что вы уперся. Это что-то такое, какая-то горочка. Нужно, скорее всего, сейчас отсюда будет отходить. Просто принимать их здесь, противников. Потому что наши машины на былине просто забили. Ну, они просто взяли и сказали, нафига нам нужна эта былиня. Мы поедем на Т-90МС, на леопарде, куда-нибудь на джей, куда едут там какие-нибудь там и все самые. Маленькие там СТ-шки, ОТ-шки. Короче, ну, вы поняли. В общем, светляки всякие, ББМ-овские. Честно говоря, я в корне с этим несогласенными к ним решениям. Тем более, нас упоролась туда 2 девятки. Абсолютно, ну, бестолковая. Абсолютно бестолковая в этом плане. Так, скорее всего, Орлана Брис сейчас еще откатываться еще сильнее. Подставлять нам Борг Т-90МС, однако мы не смогли этим воспользоваться, что достаточно печально. Так, куда я там спрятался, так, очень интересно. Я уже не знаю, какую-то маленькую канавку, что ли, как-то он там сделал, мальчика. Так, ух ты, вот это, да, он сейчас, конечно, накинул нам очень серьезно. Так, стоит откатиться еще назад, потому что у нас будут прострелять, получается, с передней линии. Не знаю, куда у нас там-то пробил, получается, да, 90-к. Так, ну, это было весьма-весьма неприятно. Еще у нас два Т-90 стоят зачем-то на базе. Цель такого роскошного шага мне не ясна. Я не знаю, зачем эти парни-то поехали. Так, поставим, получается, хотела поставить на гусеники, к сожалению, не получилось. Ну, адепт рамбования, вы видите, что вообще делать на Т-90МС, это образец просто, просто образец, так сказать. Стоит, блин, так, нас контролит там Абрамас, да? Абрамас дело нехорошее. Давай ты не будешь меня, дружище, подпирать, а я тебе буду безвозмездно, просто безгранично благодаря. Так, наверное, стоит немножечко проскочить, попробовать накинуть здесь его в борта этому замечательному нашему дружище на Абрамасе. Я не знаю, что сейчас происходит, у меня машина просто едет вправо, я не знаю, как это назвать. Это какой-то очередной лаг, очередной баг от компании Mail.ru, серваков, точнее. Вот, я не знаю, если у вас такие штуки бывают, напишите обязательно в комментарии. Но я думаю, что бывает так. Не хочу, если честно говоря, с этим парнем так вот выцеливать им потом какие-то пиксели. Сейчас мы просто будем кидать ему в крышу, получается, в крышу фургаса. То же самое, что он делает со мной. Это, конечно, достаточно обидно на самом деле. Так, вот с этим парнем вообще опасными делом. Что бы такое придумать? Чтобы нам за это ничего не было. Слева получается один Абрамас, справа другой Абрамас. Так, ну давай попробуем вот с этим парнем. Да, в крышечку мы неплохо сумели ему накинуть. Тут же у нас получается есть еще Т-90, который мы замечательно накинем в днище. Вообще, врагов слишком много, а я тут совсем один. Попробуем покидать ему по шишечке вот этой вот замечательной, которая у него есть. Так, что днище, днище почему-то не берется. Так, ну что, ты будешь еще пробиваться? Ну, не будет пробиваться, да? Ну, давай попробуем закинуть ему куда-нибудь в лечочек сейчас так вот. 176 фугасов у меня очень много, достаточно. Так сказать. Вообще, конечно, это крайне неэффективно. Ну, да ладно. Так, не будем больше заниматься фигнёй, просто поедем, но вот, не бил. Да, как, собственно, поступил еще с Т-90. Так, накинули мы еще Абрамсом, будет очень удачно. Осталось мне, получается, здесь С-1, да? А, нет, извиняюсь, Т-90 и Леопард-26. Поедем мы, наверное, именно за ними, честно говоря. Я думаю, Абрамаса там самого распилит, а у этих ребят есть немножечко ХП, которое очень бы хотелось бы немножечко подобрать. К сожалению, я куда-то не попал, вернее, попал куда-то не туда, куда хотел. Так, ну и вам осталось доехать, добрать, получается, эту замечательную машину немецкую. Да что такое? У меня всех прям убивают, прям передо мной. Я в 90-ка не попал в Леопарда в корму. Потерял союзника как-то, уничтожил. Вообще, если честно говорить вот об этом, это незаконно, реально. Просто я ничего ему не делал, он просто об меня прикоснулся и взорвался. Как вообще такое может быть? Только в этой игре я такое встречал, честно говоря. Особенно меня удивляло в свое время, когда происходили такие случаи, когда перед вами пролетает какая-нибудь БПМка, вы на тяжу, получается, она весит там, ну, тонн 5 от следующей, там, может быть, 10. Просто краешком вас касается, у вас летают гусли, она едет дальше. И при этом вы там получаете еще урона 200. Короче, ну и она тоже еще там сколько-то. Это, конечно, вообще отдельный случай. Бой, честно говоря, ребят, выдался какой-то странный. Я вроде никого не убил, но по всем пострелял, убил союзника зачем-то. Хотя я совершенно этого не хотел. Ну, честно говоря, получается, если говорить про эту машину, ребят, смотрите, ну, даже с девятками это чувствует себя вполне-вполне себя. Ок. Я, правда, выхватил какую-то здоровенную плюху, прям нереальную, от Т-90 в свое время. То есть он попал мне куда-то прямо в лоб, причем с вертухи. Он даже не сводился, просто стрелил и нанес мне там вообще 800 что-то. Ну, примерно у меня почти чем отлетение. Что было достаточно обидно. Попробуем сейчас катать еще боевчик. Честно говоря, хорошо пошло. Надеюсь, правда, мне сейчас затянет к восьмеркам, а не к девяткам. Ну, ладно, что было бы вообще замечательно. В своем уровне эта машина вообще горя не знает. Ну, по факту, что там я еще немножко зафейлил. Я, конечно, с Абрамасом не надо было мне переключаться на фугасы. Нужно было бы выцелять ему этот ключок. Не знаю, зачем это делал. Просто хотелось по нему пострелять в таком виде. Я думал, что и фугасами его просто не доковыряю. Но что-то как-то не зашло. Нужно было кидать ему в крышу. Крыша, получается, достаточно слабо бронированная. Вот так мы попали, получается, неплохо, да. Ну, восьмерки, горячий песок. Достаточно хорошая, интересная карта. Надеюсь, что мы еще будем с верхнего респа. Это будет вообще замечательно. Там есть замечательный мой любимый вагончик, с которого можно неплохо вообще отыгрывать. Тем более, это один ряд. Это проще просто прячьте там, получается, да. Ну, в общем, расскажу. Прячьте там свой фонарь. Простреливаться он там никак не может. И просто оттуда можно тупо конкретно напихивать домашку. Так, у противников опять 2 артиллерии. У нас, получается, есть страйкеры. У них страйкера нет. Есть варьер, есть БМПТ. Но у нас огромное количество тевиностиков, в которых обычно играют не очень такие, скажем, далекие люди, которые танкуют бортами, там танкуют кормой. Или просто там возюгают как-то быть башней. Ну, в общем, вы сами прекрасно знаете, кто на них играет. Так, у них арьета немножечко больше. Для арьета у нас есть 16 фугасов. Ну, и, возможно, наш скилл, который мы сможем выцеливать, получается, эти пиксели. Так, поедем мы, скорее всего, в завод. Я не вижу смысла ехать, наверное, куда-то еще на этой карте. Хотя, конечно, можно было отыграть бы еще через дорогу, получается, дорогу по второй и третьей линии, чтобы могло бы, честно говоря, принести свои плоды. У нас высокая концентрация техники едет именно на эту сторону. И не очень, как бы, многочисленная поддержка едет, наверное, сюда, получается, в завод, что достаточно печально. И может, так сказать, осложнить там здесь игру. Но, с другой стороны, возможно, будет просто на скиле что-нибудь сможем сделать. Так, попробуем сейчас, наверное, потанковать здесь немножечко бортянкой. Сейчас попробуем просто проскочить. Займем позицию вот с этой стороны. Обычно там всегда стоят машины какие-нибудь, которые занимают линию прямо около моста. Да, скорее всего, так оно и есть. Получается, есть у нас здесь 90-к, к которому мы, к сожалению, получается, промахнулись. Так, есть у нас здесь что? Цель-мириета. Да. Так. Закинул он нам, получается, в люк, да? Что достаточно печально. Мы закинули ему просто в корму, получается, самой башни. Что достаточно тоже очень-очень приятно. Так, с этим парнем сейчас, наверное, зарядим у фугасики. Попробуем пострелять ему просто в прицел. Да. Так мы сейчас будем делать. Вообще, в прицел на этой машине, ребят, заходит очень-очень хорошо. Поэтому этим всегда стоит пользоваться. Так, что у нас там? Кидает, например, тоже в прицел. Кидает, например, со всех сторон. Так, наверное, стоит немножечко отъехать. Попробуем здесь немножечко поиграть через вот эту сторону. Поджимается, может, тут вражеский ариет. Так, опять обратно переключимся на фугас. Сейчас я не хочу обыцелить этим дебилемым пикселем. Перезарядка у нас, по идее, намного быстрее. Просто будем сейчас ему туда кидать просто по КД. В крышку. Пока он отсюда просто не уедет. Так, отъедем назад. Сейчас выйдет на него леопард. Чем мы, естественно, воспользуемся. Закинем в крышку ему еще раз. К сожалению, сейчас совершенно не зашло. Да. Но получилось, как получилось. Ну, эту досадную оплошность мы вполне-вполне себе исправим. Не знаю, к вам сейчас попал Т-90. Если честно, я считаю, что это незаконно. Так, судя по всему, ХП мы все свои уже не стеряли. Поэтому осталось нам только откатываться куда-нибудь назад. Как я и боялся. Чего я боялся, собственно говоря. То, что высокая концентрация техники просто продавит, получается, весь этот мост. Всю вот эту, получается, линию. Я просто не смогу отсюда комфортно играть. Кроме того, вот эта ПВП, получается, ред и ничем хорошим у меня не закончилась. Вот так попробуем пострелять ему тоже в люки. В лючки, точнее. У нас есть 10 замечательных фугасов, которыми мы сейчас обязательно воспользуемся. Просто будем кидать ему тоже в крышечку по КД, пока это возможно. Так, накинем еще со мной еще раз. Ребята, вы видите, насколько это вообще эффективно. Это эффективно настолько, насколько это вообще, друзья, возможно. К сожалению, я сейчас промахнулся, что достаточно обидно. Джордан, как говорится, не закинул баскетбольный мяч. Вот, все. Только что этот парень похудел на тысячу. При этом... Ух ты, он что танкует бортами? Что, серьезно? Ну, в общем-то, бортами этой машине танковать на самом деле совершенно не нужно. Так, попробуем сейчас немножечко напихать вот этому дружище, получается, на редьке опять. Да, к сожалению, не получилось. Но что мы хотели сейчас сделать, по ладьбе кто-то смотрит, зараза, скорее всего, на нас, да. Вот кинем дымоухи и просто переключимся на бобсы. С этим парнем мне совершенно неохота не иметь дело. Вообще, то, что сейчас так произошло, мне повезло просто, что он нас не убил. Это просто везение. Так, у нас 90-х отходит с бортов, что совершенно для нас печально. Очень хочется ему не умирать. Так, ну, мы этого парня здесь, естественно, подожмем. Подождем, точнее. И просто накинем ему по бортам. Адеп трамбование у нас просто на Т-90. Наша задача просто добрать. Ой, как я сейчас, конечно, не добил, получается, эту машину. Достаточно обидно. Хотя я должен по пробитию. У нас очень высокое бронепробитие. И он, ну, очень прям совсем подставлен на портах. Прям уж совсем наглый. Почему не зашла домашка, я не убил фраг, честно говоря, я даже не знаю. Вот такой вот, ребята, динамичный, честно говоря, бой, который мне очень понравился. Но здесь, конечно, фугасы, ребят. Фугасы, фугасы, ариета, вы видите, что просто с ним творится. Просто заряжаете этот боеприпас и ломаете стабильный ему прицел с башней по КД, получается, по 300. 300 это, ну, это очень серьезный дамаг. Не нужно ничего выцеливать. Просто взяли, запульнули. И, пожалуйста, вот, 5-300 тоже как-то накидали. Конечно, это далеко не самые лучшие бои, которые у меня там были. Но, тем не менее, они вполне-вполне такие, я бы сказал, интересные. Значит, по самому своему мнению вообще по этой машине, мне она сейчас очень нравится. Единственное, что, как я вам сказал, страдает она над фугасом. Но качать ее сейчас и вообще играть на ней вполне-вполне себе хочется. Пишите, что, ребята, друзья, думайте по поводу вообще этой замечательной машины в комментариях. Если вам понравился этот обзор и эти бои, поставьте, друзья, лайк. Подписывайтесь обязательно на канал. В общем, всем спасибо, друзья, за просмотр. Всем пока.